Николаевская область сегодня утром подверглась массированному ракетному обстрелу. Служба чрезвычайных ситуаций Украины опубликовала первые кадры с мест попадания ракет «Горящие дома, покореженные автомобили». Сначала сообщалось о двоих пострадавших, позже уже о 12. Украинские СМИ пишут, что в числе разрушенных зданий два медицинских учреждения. Больше всего пострадал Баштанский район области и сам Николаев. С нами на связь выходит глава Николаевской областной администрации Виталий Ким. Здравствуйте. Добрый день. Виталий Александрович, что известно к этому часу? По последним данным, сколько людей пострадало при утренних обстрелах? На данный момент все так же 12 человек. Проводим, скажем так, разбор завалов. Надеемся очень, что ограничимся 12 пострадавших. Расскажите о разрушениях. Куда попали ракеты? Попали. Они разрушили полностью одну школу. Двое больницы частично пострадали. Одно предприятие рыбного хозяйства. Там автомобильный парк. Ну, в общем, гражданская инфраструктура была разбита. Всего было 24 попадания. Это перемешку ракеты С-300 и Торнадо-С. Разные типы применяли русские оккупанты вооружения. Индентифицировали на данный момент 19. Проводим дальше сбор информации, анализ и разбор завалов. Мы видим призывы к жителям Николаева оставаться в укрытиях. Получается, что город обстреливают каждый день. И люди фактически живут в убежищах. Это так? Нет. Значит, у нас много воздушных тревог. Много ракет пролетает через нас. Работает ПВО. Но из-за того, что мы находимся в прифронтовой области, то есть из Черного моря и из Херсонской области взлеты, летят ракеты и в другие области. Но Николаев каждый день обстреливается большим количеством ракет. Сегодня 24 было прилета. В нашем прошлом интервью несколько недель назад вы говорили, что люди возвращаются в Николаев. Сейчас о каких цифрах идет речь? По вашим данным, сколько людей остается в Николаеве и области? И могут ли люди сейчас эвакуироваться? Смотрите, в Николаеве конкретно около 50% населения. Люди эвакуироваться могут. У нас открыты дороги в трех из четырех направлениях абсолютно спокойно. Курсирует транспорт межобластной, междугородний, коммунальный. По 250 единиц только работают коммунального транспорта. Есть бесплатные автобусы, которые курсируют. То есть возможности, в принципе, все есть. Многие люди просто выезжают под Николаев села ночевать в том числе. Что касается двух районов, которые находятся в зоне боевых действий, там тоже около 50% и в Очакове. А два района Вознесенский и Первомайский, где нет сейчас боевых действий и там довольно спокойно, там гораздо больше людей вернулось. В том числе и часть из южных регионов нашей области. Какова гуманитарная ситуация в городе и области? Проблемы с подачей воды разрешились? Проблема с подачей воды и техническая вода есть в кранах. То есть это временное решение. Работаем над решением глобальным. Но питьевую воду мы еще подвозим. В остальном всем у нас все есть. У нас, скажем так, незакрытый город. Работают магазины, рынки, аптеки, рестораны. Все работает. Гуманитарные штабы тоже работают. Слава богу, нам помогают сильно и государства, и страны-партнеры, в том числе Молдова. И у нас нет проблем сейчас с какой-то гуманитарного кризиса. А что с больницами? Есть ли у людей доступ к медицинским услугам, лекарствам? 82 заведения, больничных учреждений у нас работают полностью, укомплектованы. Они на 120% всеми лекарствами и там даже больше, чем надо иногда медицинских скорых помощей. В том числе больницы, которые работают на оккупированной территории. Мы платим зарплаты на оккупированных территориях. Есть какие-то проблемы с поставкой сложных медикаментов, потому что русские не пропускают наши гуманитарные грузы. А все остальные больницы абсолютно работают. До стоматологических клиник все работает. Десять дней назад вы говорили, что российские войска боятся атаковать город. И что вооруженные силы Украины отодвинули их на значительное расстояние. Какова ситуация сейчас и как она может развиваться? С получением нового вооружения, то есть очень многое изменилось в течение недели-двух. Вы видите, сколько складов командных пунктов горят. При таком инфаркте военных сил РФ, то есть они не могут физически продвигаться, а те перехваты, которые мы видим, и те пленные, и те настроения, которые передают в том числе партизаны, свидетельствуют о том, что в принципе русские очень деморализованы и не хотят, и всеми силами пытаются сбежать с первой линии фронта. Да, там в тылу они себя еще чувствуют привольно, да, мародерствуют, грабят, забирают, но новое вооружение расширило радиус поражения, и сейчас у них там упаднические настроения. А вот учитывая такую интенсивность бомбардировок, можно ли сделать вывод, что Николаева одна из стратегических целей для России? Она всегда им и была, это клацдарм для продвижения в сторону Одессы, дальше Молдавии, Болгарии, то есть в том направлении для того, чтобы Черное море полностью перекрыть. Поэтому да, для того, чтобы развить свой успех, им необходимо пройти Николаевскую область. Какова сейчас фаза войны? Можете пояснить нам? У нас активная защита непосредственно в регионе. Президент Владимир Александрович Зеленский дал приказ об освобождении южных областей Украины. Собственно, он будет выполняться. Поэтому фаза сейчас наращивания сил и подготовка для того, чтобы освободить наши земли, наших людей. Вы имеете в виду контрнаступление, о котором говорил президент? Вы знаете, это военные должны сказать. Это будет контрнаступление, наступление, освобождение. То есть это будет в зависимости от типа операции. Но в принципе с приходом вооружения ситуация меняется. Виталий Александрович, война когда-то закончится. По вашим оценкам, как это будет и когда? Вы верите в перемирие с Россией? Нет, в перемирие с Россией я не верю. Я верю в то, что нам надо отвоевать назад наши территории и быть в постоянной готовности, что это может повториться. Это год, два? Какое время? Минимум до конца года, максимум это десятилетие. Тут зависит от помощи и позиции европейских стран. Для того, чтобы все не привыкали к войне, что это где-то виртуальное, это никак не повлияет на европейские страны. Это не так. И возможно это сделать только в том случае, если будет побеждена российская захватническая армия. Только в этом случае, если он увидит, что Европа с Украиной все вместе объединены, что это единая целая демократическая сила, тогда он возможно прекратит это. Если европейцы будут считать деньги и цену за газ, то, соответственно, россияне будут этим пользоваться. И дальше для того, чтобы раскалывать, убеждать каким-то образом, что ничего страшного, что мы тут занимаемся захватами территории. Но помощь вы ощущаете? Она значительна? Да. У нас вопрос... Продолжайте. У нас важно, чтобы это происходило быстрее. Потому что когда люди в Европе, в мире, там был шок, первые репортажи, да, все были очень эмоциональны и старались помочь. Сейчас все из-за этой картинки постоянно и привыкли. А у нас эта картинка ежедневно за окном. То есть у нас погибают люди каждый день раненые. Для нас день за месяц, понимаете? Поэтому время для нас очень важно. То есть это у нас измеряется не в часах и днях, у нас измеряется в жизнях людей. Поэтому очень важно, чтобы эта помощь приходила побыстрее. И никто не привыкал, что эта война существует. Какие убытки нанесла война Николаевской области? Есть ли уже предварительные оценки? Огромные убытки. Они происходят каждый день. Сложно посчитать сейчас. Экспертизы не проводятся, потому что огромное количество убытков идет на линии военной, линии, скажем, фронта. Поэтому я вам скажу, что это на евро, в сотнях миллиардов гривен, скажем так, по курсу. Я не знаю, какой сейчас курс. По курсу 30-40. А вот инфраструктура. Сколько примерно потребуется времени и денег, чтобы восстановить? Ну, смотрите, у нас работала программа президента «Большая стройка», которая была в планах улучшения нашей инфраструктуры. Она остановлена. Естественно, будет пересмотр план. Но то, что правительство, президент понимает важности, чтобы инфраструктура была отстроена в кратчайшие сроки, потому что это кровеносная система экономики, это так. Поэтому в первую очередь, безусловно, будет отстраиваться инфраструктура. Я думаю, при наличии ресурсов мы за пару лет сможем отстроить все. Мы очень быстро сейчас строим. Не могу вам не задать этот вопрос. Британская газета «Вэт Таймс» назвала вас возможным преемником Владимира Зеленского. Как вы к этому относитесь? Я к этому не отношусь. То есть я пришел сюда в команде Зеленского, иду за ним. Поэтому это отдельно от президента это невозможно. Я буду дальше в его команде. Виталий Александрович, спасибо большое за интервью. Пожалуйста. Продолжаем выпуск. Решение...